Твои глаза как два океана, исполнены любовью, и душа твоя нежностью полна. Ты лучик солнца, озаривший мою жизнь. Скажи, ты выйдешь за меня? Ща, я пасать схожу? Конечно. Как же я устала от этого. Алкаш грёбаный. Да сегодня повод есть. Да в твоём календарике праздников каждый день повод. Пошалей печень. Печень это единственное, что во мне растёт и увеличивается. Ты ж неадекватный. Началось. Вспомнишь, что было на корпоративе? Было же весело, никто не пострадал, все довольны. Все, кроме той терьера, на котором ты скакал верхом в доспехах. Той терьер лютое зверьё. Я учил его военной тактике. На войне главная хитрость. Одним словом, нежданчик. Нежданчик был, когда ты два месяца назад подкрался сзади, встал на табуретку и жёстко меня обманул по самую беременность. Сука, а чьё ж ты ожидала-то? Я думала, ты и вправду хочешь стишок рассказать. Так, хорошо, иди сюда. Давай. Ты это... Разбуди меня, как закончишь. О, хорошо. Хорошо. А когда можно снять твой средневековый метод контрацепции? В инструкции сказано носить две недели. А у неё название есть? Рабочее название дублёнка-гондонка. Со вкусом барашка. А чё, тепло и хорошо? Это да, но я ни хера не чувствую. Хотя, признаться, я раньше оргазма не испытывала. Зато не забеременеешь. А как же прелюдия? Ещё хочу. Ещё? Ну давай. Ну чё, потрахались? Ага. Теперь пойдём погуляем. За мной. Короче, метнёшься в магазе, купишь пожрать там чё-то по мелочи. У меня ещё прокладки закончились, так что забежишь в аптеку ещё. Зайка, ты ебанулась, я не буду тебе прокладки покупать. Ой, ну купи ещё чё-нибудь, кроме прокладок. Пилюльки там, купи какие-то витаминки. Да кучи. Да как, ты себе это всё, блядь, представляешь? Типа, здрасте, дайте мне прокладки-оскорбинку. Да хоть гематогенку. Не тупо, чё-нибудь сообразишь. А если меня кто увидит? Да кому ты нахуй нужен? Ну, допустим, кто-то из друзей узнает меня на улице, подойдёт, скажет, братан, хули ты в капюшоне. Я тебя ору через всю улицу, а ты не реагируешь, а потом как заглянет в пакет. А там прокладки. И он такой, типа, я так и знал, пидорасты. А ты помнишь, как у нас на прошлой недельке кран сорвало? Вода хлыстала, мы не могли её остановить. Ты хочешь повторения о такой ситуации? Пизда, не трубы. Вот именно, сантехник не поможет. Ну я всё сделал. Подоил её нежно, испил молочка, поклонился, и облизал ей сосочек. Трижды. Теперь можно на неё залезть. Вообще-то это самец, если чё. Блять. Просто я шуткануть решила. Но думаю, что после такого релакса он не против. Вот, сука, каждый раз подкидываюсь. Да я этих драконов маму ебал! Ты особо не зазнавайся. Так давно никого не убивала. И как? Да скучно, блять. Руки чешутся. Я ведь пробовала вязать там, шить, пироги печь. Не моё. Ты думаешь, я всегда такой была? Нет, я ведь тоже когда-то и писала сидя. И дом 2 смотрела. А потом как-то иду такая в очередной раз. Тащу 5 пакетов одна из супермаркета в гору. Ещё и лифт сломался. И тут осенел, и что ебаленьки бить, это прям моё. Я вообще-то парень порядочный. И на первом свидании не целуюсь. Как можно? А кто говорит о поцелуях? Я тебя выебу и всё. Я тебя в кафе водила. Ну водила, и чё с того? А мороженку покупала? С лубничкой. А ты как хотел? Я думал, это будет как-то романтично. Романтично? Ну да, с лепестками роз. И на хроватке. А это называется женская солидарность. Сейчас ты, животное, почувствуешь себя на нашем месте. Ну всё, 5 минут прошли. Как там тебя зовут, забыла. Короче, позвоню как-нибудь. Братик, сестрички, тётушка. Из этого бреда я поняла одно, что вы с акваменом снова ходили в пивнушку. Разве я тебе не говорила, что ему лучше обходить эти заведения? Да сначала было весело, мы ели сухарики, чипсики. Но потом они закончились, и мне пришлось заказать тараньки сушёной, курюшки вяленой, в облачку сожрали, не знаю, чё нахуй. Да это же была... его семья.